Доброе утро! В канун Нового года, после того, конечно, как спадет уровень адреналина в крови после напряженного, полного сосредоточения передвижения по скользким улицам, нет-нет, да и посещают мысли о вечном. Год заканчивается, все ли успел, сделал ли все для того, чтобы счастье было? Да и в чем оно вообще? Если вы до сих пор думаете, что в деньгах, поспорю. Квартира, дача, машина? Не согласен. Спорить не буду, если скажете, счастье трудится. Прочитал тут историю. Бабушка застряла в кабинке туалета торгового центра на 4 дня, пока ждала помощь и связала внуку шарф. Так уж они устроены, бабушки. В запасе последние выходные, чтобы выбрать тот самый подарок близким. Но впереди ведь целая рабочая пятница тоже последняя в этом году, между прочим. И я предлагаю начать ее хорошо. Я сам. В Перми все чаще жители берут на себя функции управляющих компаний. Вот она, нарядная. Новогодние праздники для детей в Перми уже идут полным ходом. Обезьяны в истории. Что объединяет годы, символом которых является наш ближайший сородич? Каждый год мы с друзьями ходим в кино. Главные праздничные кинопремьеры. Региональный оператор запустил информационную кампанию. Гражданам объясняют, где и как можно оплатить взносы за капремонт без комиссии. Может быть, это возымело эффект, но за последний месяц собираемость за капремонт резко повысилась и составляет сегодня 50%. Ну а может, граждане посмотрели на соседей и ведь сообщают, 100 домов уже отремонтировано. Разберемся. Дом, где живет Ольга Удальцова, 75-го года постройки. Как заверяют жильцы, здание нуждается в капитальном ремонте. Совместно собственники приняли решение открыть специальный счет. За консультацией Ольга обратилась в фонд капитального ремонта Пермского края. Я вот сегодня бежала пять кабинетов, то есть все быстро, везде мне конкретные давали ответы на мои заданные вопросы. То есть нет такого, что ой, подождите, я сейчас там схожу куда-то. Региональный оператор регулярно проводит работу с гражданами по оплате взносов, а также консультирует пермяков по вопросам капремонта в следующем году. Количество обращений за последние две недели увеличилось в разы. Это связано с тем, что собственникам пришли квитанции, суммой долга накопившейся с начала этого года. Многие обращаются с тем, что у них квитанции об оплате есть, но почему-то сумма пришла к ним немножко больше. Много обращений в фонд поступает по вопросу начисления пени. Ранее региональный оператор информировал граждан, что всю задолженность необходимо погасить до 31 декабря, так как с января к автоматизированной системе расчетов фонда будет подключена функция начисления пени в размере 1,03 ставки рефинансирования. В итоге с начислением было решено повременить. Фонд пошел навстречу пермякам, чтобы дать больше времени на оплату долгов. В январе месяце мы все-таки должны выставить нормальный декабрь без пени. В феврале месяце, я напоминаю, у нас оплата одного квадратного метра за капитальный ремонт увеличится до 7 рублей 58 копеек. Это мы должны нашим собственникам точно так же напомнить. В марте месяце мы закрепим эту цифру, но и с апреля месяца, как мы уже говорили, мы начнем начислять пени. Стоит отметить, что за последний месяц собираемость за капитальный ремонт в Прикамье увеличилась и составила более 50%. Это связано с тем, что люди оценили результат программы. Видя, как активно ремонтируют жилые здания, они понимают, за что платят. Программа капитального ремонта в Пермском крае уже идет во всем. На данный момент в Прикамье отремонтировано уже 102 дома, 30 еще на подходе. До конца этого года пермяки должны принять ремонт этих жилых зданий. План на будущий год более 600 домов. Проектно-смертная документация на них уже разрабатывается. Денис Пальчиков, Евгений Гилев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Традиции и инновации идут рука об руку. С одной стороны, с верфей, например, сходят все более современные суда, но пускают-то их в плавание по старинке под звон и брызги шампанского. Вот и закладка символического первого камня будущего современного жилого комплекса прямо в центре Перми. Момент исторический. И, кстати, на время стройки нам обещают минимум неудобств. И что будет чисто? У строителей есть своя нерушимая традиция – закладка первого камня. Правда, если речь идет об объекте великанских размеров, да еще и соответствующим названиям «Гулливер», от правил можно немного отступить. Вместо кирпича организаторы церемонии выбрали бетонную сваю, где каждый почетный гость смог поставить не только автограф, но и пожелание. Победа, поехали и только вперед! С этими словами вице-президент группы компании «Кортерос» Михаил Семенов, а также представители городских и краевых властей дали старт масштабному строительству. До конца 2017 года на этом месте будет возведен первый дом нового жилого комплекса. То, что мы задумали, это неминуемо будет подарок городу. Это будет место, где люди действительно будут ощущать себя комфортно, где исторический центр города обретет, по сути, новую жизнь. В течение года мы следили за тем, как решается вопрос освоения 179-го квартала. За это время объект получил имя «Гулливер». Такое название дали сами жители. Сегодня руководитель АО «Кортерос-Пирь» Николай Зуев лично проводит экскурсию, а после представляет гостям макет. Проект освоения квартала разработало известное архитектурное бюро Антони Бешу. Учитывая те подходы, которые здесь определены, с участием французской фирмы, проект будет замечательным во всех отношениях, с точки зрения экологии, с точки зрения архитектуры. Еще одна особенность – зеленое сердце квартала. И оно тоже будет гигантских размеров – два гектара. Застройщик планирует сохранить парк. Высотные здания в буквальном смысле будут вписаны в ландшафт. И все это в центре города. С одной стороны, здесь сложнее строить, но с другой стороны, мы надеемся, что это будет новым, знаковым местом, визитной карточкой города. Все, что связано со строительством, будет развиваться новыми темпами. То есть эта стройка даст стимул развитию города и развитию строительной индустрии в целом. Всего на этой территории до 2020 года будет возведено 6 сдвоенных башен переменной этажности от 23 до 34 этажей и два дома высотой от 5 до 10 этажей. Новый жилой комплекс станет одним из ключевых в списке 300 объектов, которые появятся в городе к 300-летнему юбилею. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Крепко стоять на ногах сегодня непросто. И если вы думаете, что сейчас будет материал об экономике, это не так. Говорить будем об ответственности. Ведь на границе момента, когда руки опускаются, и человек готов смириться уже совсем буквально, у каждого свои таможенные правила. Сюжет, попирающий основы коммунального устройства. Когда жителям и самим неплохо, без всяких там коммунальных служб. «Знал бы, где упасть, соломки бы постелил», – гласит пословица. Глеб Докучаев стал жертвой гололеда. Подскользнулся возле своего дома, не дойдя до подъезда несколько метров. Сразу вывихнул себе руку и выбыл из спортивной и общественной жизни, из своего собственного бизнеса. Как только руку свою вывихнул, у меня друзья все об этом рассказали, что тоже падают, то и все. Только пока, может быть, среди моих друзей без последствий, но, думаю, не у всех граждан происходит именно так. Территория дома, где живет Глеб, находится в зоне ответственности управляющей компании. Но коммунальщики, видимо, забыли про свои обязанности. Прокомментировать ситуацию там отказались. С нами просто не стали разговаривать. В итоге терпение людей лопнуло. Хочу сказать, что совсем не чистится. Именно вот такие приезжие, как у детской консультации, как проход к молочной кухне. Тяжелая ситуация, очень скользко. Сами еще не падали, ничего? Пока нет. Ноги держат, но можно упасть в другой момент. Жители взяли ситуацию в свои руки. В обычном магазине купили противогололедную смесь и выполнили работу коммунальщиков. Благо, такие смеси производят и у нас, в Пермском крае, в Краснокамске. Воздействия на окружающую среду практически не оказывают, для животных безвредны. Не портят обувь и кузова машин. Такую смесь давно использует Пермский институт культуры. Зима капризная, то холодно, то вот оттепель. И поэтому приходится закупать. Вот в этом году мы закупили 800 килограммов. Посыпаем тротуары. Зона нашей ответственности. Вот газета «Звезда» по периметру здания Еленина. Посыпаем ей. И в принципе работает. По словам Глеба Докучаева, многие его знакомые последовали примеру. Когда надежды на обслуживающую организацию никакой, остается рассчитывать только на себя. Вопрос в другом. Для чего тогда такие коммунальные службы? Неиспальщиков Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Все равны, как на подбор. В Перми проводится 8 новогодних елок для детей каждого района города. Нас тоже пригласили на елку в мэрию вместе с дипломантами и победителями различных конкурсов и олимпиад, а также ребятами из социально незащищенных семей. Вот как это было. Звуки детского счастья раздаются по всем этажам. Накануне самого ожидаемого детворой праздника в мэрии устроили елку. Приглашенные ребята, дипломанты и победители различных конкурсов и олимпиад дети из социально незащищенных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Ариша Григорьева очень любит подарки для того, чтобы попасть на елку в мэрию. Весь год вела себя хорошо и училась на одни пятерки, рассказывает девочка. Мне нравятся елки, потому что на них дарят подарки, и потом после них очень приятное ощущение Нового года. Мне они очень нравятся за это. Еще я люблю, когда начинает праздник этот, потому что Дед Мороз, он как-то понимает, чувствует, как я себя вела во всем году. И у него, наверное, есть шапка-невидимка, что он всегда наблюдает. Новогодние елки в мэрии – традиция. Каждый год в последних числах декабря сюда приглашают детей из всех районов Перми. С наступающим Новым годом маленьких пермяков поздравляет и глава города Игорь Сапко. Мне кажется, очень важно, когда именно дети первые ощущают приближающийся Новый год. Это видно по их настроению, по их улыбкам. Не так часто в мэрии слышен детский смех, танцы, слышна песня. И ты сам, по сути говоря, получаешь массу эмоций от этого прекрасного праздника. Елка в мэрии продолжалась около двух часов. После представления игр каждому ребенку Дед Мороз вручил новогодний подарок. Татьяна Александрова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Ровно сто лет назад. Конец 1915 года в России был непростым. В самом разгаре Первая мировая война. Но, несмотря на это, в Перми в течение недели гуляли на каме, ходили в гости, посещали светские рауты в клубах и театрах. И, что примечательно, горожане устроили десятки благотворительных мероприятий. Помогали сиротам и вдовам солдат, раненым воинам. Традиции меценатства в Перми всегда были сильны. Нужно добавить получившееся топливо в солнечную энергию. Тема спектакля «Космос». На сцене вместо привычных персонажей – инопланетяне. И даже Дед Мороз со Снегурочкой тут тоже космические. Идея ребятам понравилась. Мне больше понравился космический Дед Мороз. Этот благотворительный новогодний праздник во Дворце культуры имени Юрия Гагарина – традиционный подарок пермских нефтепереработчиков детям индустриального района. Ежегодно он собирает порядка 400 человек. Нашему району повезло, потому что градообразующее предприятие для нашего района – это Лукор, Перми, Рефтер, Синтез. Уже более пяти лет данное предприятие дарит всем жителям района, особенно тем деткам, семьям, которым праздник этот нужен как никому, как воздух. Вас спешу поздравить я с Космическим Новым Годом, друзья! Новогодняя елка – любимый праздник всех ребят. И неважно, космический он или традиционный. Для Ярослава вообще-то в новинку. На елке он впервые. И за происходящим наблюдает с большим удивлением. Он очень в таком шоке от всего увиденного. Много народу. Все понравилось. Эта елка стала первой для индустриального района в этом году. Таким образом, здесь был дан старт череде новогодних праздников. Андрей Голдарев, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Было, 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 но прошло. 2015-й вот-вот и останется позади. Так, давайте вспоминать, что было хорошего в уходящем году. Люди говорят о главном. Партнер проекта «Офтальмологическая клиника 3З». Мы сохраняем и возвращаем зрение. Я бы, наверное, назвала такое событие, как открытие фонтана, потому что я живу здесь в центре, и для меня, ну, то есть я вижу его каждый день, каждый раз. Открытие шоссе «Космонавтов». И почему? Потому что очень там удобно ездить. Частенько ездим, в гости очень нравится. Мне ничего не запомнилось. Приезд из Москвы министров, руководителей, как раз-таки на наши основные промышленные предприятия. Развитие этого сектора, там авиадвигатель, пермские моторы, строительство, расширение производственных площадок. Смотришь, везде по Пермскому краю идет строительство дорог. Пусть они, конечно, и ломаются быстро, портятся. В целом-то как бы это. Идет все равно продвижение какое-то. В 2015 году, к сожалению, меня не было в Перми. Где я была, я была в Турции. Знаете, мне понравилась дорога на аэропорт, который строят, сделали пешеходные переходы, очень удобно. Ну, я прямо сейчас еду из Мотовилихи, и сразу в глаза бросилась открытая улица Макаренко, что существенно разгрузило транспортный поток. Я только в своей личной жизни не знаю. Встретила свою любовь. Некоторые города, в том числе наши соседи, имеют неофициальные столичные статусы. Екатеринбуржцы гордо называют свой город столицей Урала. А несколько лет назад Казань зарегистрировала товарный знак третья столица России. Зато в Перми в скором времени появится третья по высоте в стране телевышка после Останкинской и Петербургской. Ее строительство уже перешагнуло 100-метровую отметку. Не Эйфелева, но тоже обещает стать достопримечательностью. Конструкцию новой телебашни называют ажурной. Белоснежная, она стрелой уносится ввысь, растворяясь в небе. Но даже не ее прелести самое главное. Сегодня в Перми три телевышки, но все они морально устарели. Новая башня решит многие проблемы. Во-первых, устранит проблемы с приемом сигнала, которые возникают в районе авторадио. Во-вторых, покрытие территории у нее будет самым широким. Сейчас точки вещания расположены на четырех станциях. В будущем планируем большинство станций, во всяком случае те станции, которые транслируются с объектов РТРС, перевести на новую башню. Таким образом, жители города гораздо проще будут принимать и телевизионный сигнал, и сигнал радиостанций. Поскольку высота башни достаточно серьезная, для строительства планировалось даже использование вертолета. Но остановились на варианте самоподъемного крана. Закончить работу строители планируют в конце следующего года. Таким образом, уже в канун 2017-го преподнести Пермикам подарок. Тогда же запустят первый и второй мультиплексы, а это 20 бесплатных цифровых каналов. Когда запускали программу помощи ипотечным заемщикам, предполагалось, что банки будут реструктурировать проблемную ипотеку по льготным условиям, а выпадающие доходы им будут компенсироваться из госсредств. Впрочем, утвержденный вариант программы с самого начала оказался нежизнеспособным. Требования к заемщикам были слишком жесткими, и под них подходило лишь ограниченное количество нуждающихся граждан. О том, как заемщикам оказали первую помощь, пишет федеральный коммерсант. А вот еще о чем пишут. Штрафы за просрочку ипотеки ограничат 10% годовых. По мнению депутатов, нельзя равнять штрафы по ипотеке и потреб кредитам. Читаем в известиях. Комитет Госдумы по собственности намерен ограничить штрафы по просроченным ипотечным кредитам ставкой в 10% годовых. Соответствующие поправки комитет внесет ко второму чтению уже одобренного им к первому чтению законопроекта с поправками в закон об ипотеке. Согласно текущей версии проекта, максимальная неустойка ограничивается, как и для потребительских кредитов, 20% годовых. Согласно плану работы Госдумы, закон предполагается принять сразу после январских каникул. Смартфон с полисом. Статью под таким заголовком читаем в газете РБК. При покупке смартфона или планшета россияне стали чаще страховать их. Рост продаж страховок продавцы называют кризисным явлением. Из-за обвала рубля цены на гаджеты выросли минимум на 30%. Поэтому пользователи начали вынужденно использовать приобретаемые устройства дольше, чем раньше. Интерес клиентов к страховым услугам говорит об их желании максимально обезопасить себя от дополнительных затрат в связи с падением реальных доходов. Страховые случаи наступают достаточно часто. В основном устройства либо роняют, либо заливают. Сдали сессию. Госдума провела последнее пленарное заседание в 2015 году, пишет российская газета. Будет, заверил Нарышкин, проведенный подробный анализ законотворческих итогов работы Госдумы. Его планируется представить в конце апреля и приурочить ко дню российского парламентаризма. Причем там будут проанализированы результаты работы не только уходящего года, но и целого созыва. Следующая сессия станет для нынешнего состава Госдумы последней. А в сентябре по итогам парламентских выборов будет сформирован новый созыв Нижней палаты парламента. Причем половина депутатов будет избрана по одномандатным округам. Схема которых была утверждена в осеннюю сессию. Задний ход. Бизнес-класс подготовил топ-5 автомобильных марок, расставания с которыми пермики пережили в 2015 году. 2015 год стал непростым для автобизнеса. Практически все марки демонстрируют отрицательную динамику продаж. Как в Перми, так и в России в целом. По данным Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок по итогам 11 месяцев снизился на 34%. В Пермском крае показатель опустился ниже этой отметки еще раньше. По итогам 9 месяцев региональные продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта 2015 года упали на 42%. Посчитав перспективы развития бизнеса в России слишком туманными, ряд мировых автоконцернов прекратили поставки автомобилей на российский рынок. Вдобавок к автомобилям, потерянным в масштабах страны, пермики лишились еще нескольких марок из-за банкротств местных дилеров. В частности, Хонды, Опель, Фиата, Шевроле, Сан-Янг. Проект подготовлен Департаментом общественной безопасности Пермского края. Знать, чтобы жить. Слово «экстремизм» происходит от «экстримус», что в переводе с латыни означает «крайний». Экстремизм сегодня все более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека на жизнь, свободу, безопасность. Он становится одной из важнейших проблем современного мира, что вызывает особые опасения в век высоких технологий. Для многонациональной и поликонфессиональной России экстремизм, паразитирующий в том числе на религиозных и этнических основаниях, особенно опасен. Мир хрупок, и в этом мы убедились уже давно. Смутное время конца 80-х годов породило это уродливое явление – терроризм. Все помнят прекрасно захваты самолетов в 80-е годы, когда прошла целая серия таких захватов. И поэтому вот те первые террористы 80-х годов, они были и экстремистами-то по своему собственному убеждению. То есть их маленькая экстремистская теория, которая толкала их на совершение страшных преступлений, она оставалась вместе с ними. И в лучшем случае ее слышал суд. С появлением новых доступных средств массовой коммуникации, экстремисты получили возможность вербовать сторонников по всему миру. Радикальные идеи разлетаются по свету, как ветер. Когда человека призывают к чему-то доброму, светлому и хорошему, ему иногда нужно сделать на собой усилия, чтобы это доброе, светлое и хорошее осуществить. А вот самое неприятное, что когда человека призывают к чему-то низменному, есть люди, которым очень легко перешагнуть грань и перейти от слов к делу. Те, кто не с нами, тот против нас. Такой подход у запрещенного на территории России движения ИГИЛ. Несмотря на то, что Прикамье не входит в число регионов страны, где возможны проявления экстремизма, а уровень межконфессиональной напряженности сведен практически до нуля, ошибкой будет полагать, что у нас нет приверженцев экстремистской идеологии. Мы не должны заниматься самоуспокоением. Ни в коем случае. Деятельность... Опять мы возвращаемся к исламскому государству. Почему мы к нему будем возвращаться? Потому что она, знаете, очень хорошая иллюстрация. И в первую очередь иллюстрация того, насколько представители вот этого огромного экстремистского сообщества креативны в своих действиях. Форма подачи информации и поиска сторонников изменилась буквально за несколько лет. Сегодня экстремисты выпускают высококачественные пропагандирующие текстовые, графические, аудио и видеопродукты. Главная цель – повлиять на психологию человека. Как минимум, запугать и подавить волю. Либо привлечь в свои ряды. Наша задача – проявить бдительность и вовремя распознать угрозу. Предупрежден – значит вооружен. Знать, как проявляет себя экстремист, должен каждый. Главное – внимательность. Крайние идеи меняют людей. Это уже другая манера общения, интересы, образ жизни. В группе риска в первую очередь девушки и молодые люди. Но если есть яд, должно быть и противоядие. И это – консенсус общества. Самое главное – отнестись к этой информации серьезно. Важно знать, если знакомый вам человек встал на путь экстремизма, не надо с ним спорить, переубеждать. Это может быть опасно. Нужно незамедлительно сообщить о своих подозрениях в правоохранительные органы. Анонимность гарантирована. Проект подготовлен Департаментом общественной безопасности Пермского края. Покупатели у нас все лучше знают свои права. Если что, могут и в суд обратиться. Но если товар куплен в кредит, это заставит побегать. Но так было раньше. Как ограничили возможности спекулянтов на самых естественных женских чувствах? Хочу быть красивой. Об этом правило денег. Партнер проекта «Курорт Усть-Качка». Территория здоровья. Добрый день. В федеральный закон о потребительском кредите хотят вынести поправки, которые разрешат в течение определенного периода возвращать товар, приобретенный в кредит, пишут известия. Такое правило будет действовать в отношении ограниченной группы товаров, тех, что сейчас по законодательству не подлежат возврату. Это парфюмерные и косметические средства, а также белье. Депутатов навели на эту мысль распространители дорогой косметики, которая последние несколько лет атакует российских женщин. Теперь, если вам навязали косметический кредит, можно будет его аннулировать в течение трех дней. В результате банк не перечислит деньги салону красотки. Автор поправок – зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике. Учитывая то, что к проблеме привлечено внимание генпрокуратуры, сомневаться в том, что они будут приняты, не приходится. Кстати, закон о потребительском кредите, принятый в июне прошлого года, предполагает такие периоды охлаждения и по другим займам. Кредит, который был выдан без указания конкретной цели, можно вернуть в течение двух недель, а целевой – в течение месяца. При этом заплатить проценты нужно будет только за то время, что вы пользовались деньгами, а не за весь период прописанных договоре. Это правило денег. Олимпиада в Москве в 80-м, или 92-й – первый и не самый спокойный год постсоветской истории. Между прочим, 2004-й, когда Владимир Путин подписал закон об образовании Пермского края, тоже год обезьяны. Что же их объединяет и есть ли вообще какая-то закономерность? Полина Рифа листала страницы истории. Интеллект, непредсказуемость и вероломство – вот как восточный календарь характеризует обезьяну и, соответственно, те процессы, которые приходятся на годы под ее покровительством. Можно по-разному относиться к восточному календарю и к его предсказаниям. Но в любом случае, это хорошая зарядка для ума, чтобы поглубже копнуть в историю и попытаться понять, действительно ли год обезьяны является чем-то особенным. 1956 год. Изобретение противозачаточных пилюль. Ну и что, скажете вы, что в этом особенного? Но именно с этого момента женщина впервые независимо от мужчины может контролировать вопрос деторождения. С этого эпохального события начинается ее путь к карьере, самостоятельности и независимости. В этом плане 56-й перекликается с 68-м, который еще называют годом сексуальной революции и, как следствие, всплеск феминизма. В 68-м году молодежь впервые в истории заставила считаться собой и пойти на серьезные политические уступки правительства. Ушел в отставку сам генерал де Голь именно под давлением студентов. И такие серьезные политические процессы проходили не только во Франции, но и в англо-саксонских странах. В 68-м же году принят иммиграционный акт в США. Связано это с отменой законов, ущемлявших права чернокожих. До этого времени приоритет в предоставлении гражданства отдавался белым и образованным. С 68-го года Америка заложила основу для того, чтобы она стала страной мультикультурализма. Когда огромные массы иммигрантов туда направились. Причем эти процессы, которые происходили в Соединенных Штатах, они были запараллельны с процессами в Англии. 80-й год запомнился миру как год Олимпиады, проходивший в СССР. Правда, омрачилось это событие холодной войной, событиями в Афганистане и тем, что некоторые страны монкировали Олимпийские игры. 92-й год – смутное, кризисное время в нашей стране. В этом году как реакция на развал СССР выходит книга «Конец цивилизации» Фрэнсиса Фукуяма. В противовес ей Сэм Ханнингтон написал «Столкновение цивилизации», где предсказал, что идеологическое противостояние тоталитарной и демократической системы – еще цветочки. Противостояние культурно-цивилизационного плана, когда в идеологию подмешают религию – вот что по-настоящему опасно. Эти процессы мы сегодня и наблюдаем. Впрочем, время кризиса – не время опускать руки. Кризис – он не носит в себе негативных контентов. Это мы делаем слово «кризис» негативным, потому что кризис – это возможности. Кризис – это переосмысление. Так что 2016-й будет настоящей проверкой на прочность. А живое обезьянье ум и изобретательность – это, видимо, то, что поможет нам выстоять. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Если верить историкам, традиция говорить «Будь здоров!» пришла к нам из Древнего Рима. Римляне верили, что душа человека живет в его дыхании. И в тот момент, когда он чихал, душа могла вылететь из его тела. Поэтому они тут же говорили «Пусть боги спрячут вашу душу обратно». Со временем это предложение трансформировалось в «Будь здоров!». Натума Бактофлор способствует восстановлению и росту здоровой кишечной микрофлоры у детей и взрослых. Натума. Заботясь и любя. Как часто, находясь в магазине игрушек, мы слышим от ребенка фразу «Мама, ну купи». Но игрушки должны быть не только интересными и развивающими. Игрушки должны быть безопасными. И вот о критериях безопасности мы и поговорим сегодня в рубрике. Игрушки – это не просто повод для развлечения. Для маленького ребенка игрушечный мир является в большей степени моделью мира. Именно играя, ребенок учится тем или иным навыкам. Задача родителя – правильно подобрать игрушки для малыша. Конечно, современные магазины поражают разнообразием. И частенько случается, что недоигравшие в детстве папаши покупают своему годовалому сыну новейшую модель вертолета. Поясняя в ответ на снисходительные взгляды, «Молодый растет, сынуля, а я пока модель опробую». И здесь важно из всего великолепия выбрать не то, что нравится вам, взрослому, а то, что принесет радость и пользу вашему ребенку. Игрушка не должна травмировать психику ребенка, во-первых. Во-вторых, игрушка должна быть минимум функциональна. В одной игрушке не должно быть много функций. Игрушка должна быть простой в обращении и абсолютно просто использоваться ребенком. Он должен понимать это без объяснения, как ей пользоваться. Основное преимущество брендовых игрушек – это то, что перед тем, как выпустить эти игрушки в продажу, их изучают, исследуют. У многих брендов есть собственные лаборатории по изучению игрушек. И несмотря на то, что в магазине сейчас можно найти все, что угодно, начиная от простой пирамидки и заканчивая игрушками с искусственным интеллектом, способными обучаться и реагировать на речь, очень важным фактором была и остается безопасность. Многие родители обращают внимание на запах, исходящий от новых игрушек. Однако, по словам специалистов, если запах выветрился в течение 30-40 минут, значит, игрушка качественная. А вот если он сохраняется несколько дней, это серьезный повод задуматься. Но существуют и другие нюансы. Критерии безопасности у современных игрушек. Во-первых, наличие сертификата качества. Во-вторых, если игрушка предназначена для детей до 3 лет, в ней не должно быть никаких мелких запчастей, которые отдельно, чтобы ребенок не взял эту запчасть в рот. Когда мы говорим об игрушках, есть еще один фактор. Психологи советуют не перегружать детскую комнату игрушечным изобилием. Пусть лучше у ребенка будет не очень много игрушек, но они будут качественными, интересными, развивающими, а главное – любимыми. Не все зависимости одинаковы. Многим не понаслышке знакомо ощущение зависимости от чтения. Жажда узнать, что же случится дальше, желание перевернуть страницу, необходимость продолжать читать, даже если будет тяжело. Потому что кто-то попал в беду, и ты должен узнать, чем же все это кончится. В этом есть настоящий драйв. Рубрика «Книжная полка» для тех, кто понимает, о чем я. Новая коллекция увлекательных романов «От становления Руси до начала XX века». Здравствуйте! С вами «Новогодние книги» и я, Светлана Федотова. Какой самый простой способ создать себе новогоднее настроение? Посмотреть хороший фильм или прочитать отличную книгу? Желательно про что-нибудь знакомое из детства, что-нибудь доброе и занимательное. Есть такие книги. Первая – Александр Татарский «Книга совпадений». Автор известен нам как создатель мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки», а также заставки к передаче «Спокойной ночи малыши», которая вошла в книгу рекордов Гиннесса по числу выходов в эфир. Здесь его рассказы о жизни. Причем о работе как таковой рассказов совсем немного. Все больше о разного рода совпадениях, мистических и веселых случаях, которые происходили с ним или его друзьями. Вместе с книгой идет диск, где те же рассказы читает сам Александр Татарский. Очень удобно слушать в машине в новогодних пробках. Кроме того, есть фотографии, много прекрасных иллюстраций и блестящее предисловие Юрия Норштейна, создателя мультфильма «Ежик в тумане». А это книга Виктора Чижикова «Мои истории о художниках книги и о себе». Знаменитый иллюстратор детской литературы написал потрясающую книгу воспоминаний. Когда ее читаешь, возникает то, что психологи называют когнитивный диссонанс. Все иллюстрации знакомые, если не сказать родные. Некоторые, я помню, еще и своего детства. Их часто публиковал журнал «Веселые картинки». А вот тексты другие. То есть привычное, перемешавшись с новым, дает очень интересный эффект. Прямо-таки коктейль «Северное сияние». Ко всему прочему, Виктор Чижиков блестящий рассказчик. Веселые, трогательные и добрые истории из его жизни прекрасно вписываются в новогоднее настроение, ожидание чуда. Кстати, в предисловии есть такие слова, которые сказал писатель Юрий Коваль. «Я думаю, что лучшими людьми, которых я встречал, были, конечно, художники. Мне кажется, художники – это в сущности соль земли». Иисус говорил «праведники – соль земли». Я, конечно, не смею поправлять Матфея, великого автора великого произведения. Я бы так от себя добавил. Художники и праведники – это соль земли. Да, это тот самый Юрий Коваль, автор повестей про Васю Куролесова, «Недопеска и картофельную собаку». Книга «Воспоминания о нем» называется «Ковалинная книга». Ее литмотив – Коваля любили решительно все. Писатели и читатели, дети и взрослые, мужчины и женщины, люди простые и люди в шляпах, любили собаки, кошки, птицы, рыбы, бабочки, деревья и травы, звезды и облака. А что может быть лучше в предновогодние дни, чем читать о хорошем человеке? Только хорошие исторические романы. Издательский дом «Комсомольская правда» и Российское историческое общество выпустило 100 томов серии «История России» в романах. Среди авторов ни одного нашего современника, только классики Михаил Шолохов, Юрий Тынянов, Алексей Толстой. Семен Скляренко не так знаменит, как они, но его роман «Святослав» очень стоит прочитать. Это захватывающее повествование о жизни Киевской Руси во времена княгини Ольги, бабушки князя Владимира. А в следующий раз нас ждут женские детективы. У многих, по примеру героев «Рязановской иронии судьбы», есть свои новогодние традиции. Кто-то каждый год с друзьями ходит в баню, кто-то сидит дома, моржи устраивают новогодние ныряния в прорубь, а кто-то идет в кино. Михаил Турбовский точно из числа последних. Здравствуйте, дорогие мои киноманы. До Нового года остаются считанные дни, а ощущения праздника совсем нет. Кругом елки, иллюминации, а все равно чего-то не хватает. Чтобы зарядиться правильным настроением, я предлагаю, конечно же, сходить в кино. Ваши документы. Ты мне снимаешь, что ли? Да. Кто так снимает? Дурачок, появление камеры. Водка с дурачком. Не новогодняя, но дарящая позитив, первая караохе-комедия «Самый лучший день». От создателей фильмов «Горько» и «Горько-2». То есть на глубокий философский смысл не рассчитываем, а отдыхаем и подпеваем. Холодный ветер с дождем усилился стократно. «Страна чудес». Как вы поняли, по названию это комедия о русской, с загадочной душе. Герои фильма – люди из разных уголков нашей необъятной родины, с которыми под Новый год происходят разные чудеса. Фильм представляет известный «Квартет И», а это лично для меня уже повод посмотреть картину. Как ни странно, в кинотеатрах к этим новогодним праздникам кинопрокатчики приготовили только два подходящих для поднятия настроения фильма. «Абрау-Дюрсу есть?» «Только Майот Шадон». «Чего?» «Я предпочитаю Абрау-Дюрсу, но давайте Майот». Зато телекомпания «Ветта» позаботилась о своих зрителях и на каждый день новогодних каникул мы подобрали самые яркие, самые позитивные, необычные киноподарки. Их так много, но я все же попробую перечислить все за оставшиеся 30 секунд моего эфирного времени. Поехали! 1 января – яркий киномьюзикл 9. Праздник в каждом кадре. 2 января – авиатор. История человека, мечтавшего о ней. 3 января – второй шанс. Аль Пачино исполнил свои лучшие песни. 4 января – Джейн Эйр. История сильной женщины. 5 января – большая маленькая я. Великолепная Софья Марсо вспомнит золотое детство. 6 января – артист. Вызов современному кинематографу. История понятная без слов. 7 января – Ромео и Джульетта. Величайшая история любви всех времен. 8 января – стать Джоном Ленноном. Мальчик из ниоткуда. Яркая биография основателя легендарных Битлз. 9 января – лондонские каникулы. Ночь, когда две принцессы стали по-настоящему свободными. Ну и напоследок, 10 января – королевство полной луны. Сказка для взрослых. Так что выберете ли вы поход в кинотеатр или посиделки вместе со своей семьей у телевизора, вас все равно ждет яркое, музыкальное и доброе кино. До встречи уже в новом 2016 году. С наступающим! Смартфон слишком долго заряжается? Или зарядки аккумулятора хватает все меньше и меньше? Ну или вот такое может случиться устройство, отказывается заряжаться от неродного зарядника? Те, кто знаком с техникой, рекомендуют правильно ее заряжать и пользоваться USB-тестерами для определения неисправностей. А вот рекомендации насчет зарядки организма. Тут, знаете ли, тоже нужно следовать определенным правилам. Доброе утро! Начинаем занятия гимнастикой! Продукты Бионэшену для вас и ваших близких. Здравствуйте! На телеканале Ветта утренняя зарядка. И мы приступаем к силовому комплексу. Руки в стороны. Представим, что у нас в руках маленькие гантели. И мы делаем следующее. Поехали! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Молодцы! Следующее упражнение. Поднимаем правое колено груди и зафиксируем левую. Раз, два, три. Поменяли ногу. Молодцы! Зафиксировались. Один, два, три. Замечательно! Исходное положение. Руки на поясе. Левая нога вперед, правая на месте. Поехали! Раз, два, три, четыре. То же самое делаем правой ногой. Поехали! Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Руки на пояс. Локоточки смотрят точно в стороны. Берем левой ногой, делаем выпад в сторону. Раз! И занимаем исходное положение с левой ноги. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Раз, два, три. Закончили. На сегодня наш утренний комплекс упражнений завершен. А мы желаем вам хорошего дня и отличного настроения. Хорошая музыка, под настроение. Но кто скажет, что это роскошь? Нет, это приятное дополнение. В нашем случае, к началу дня. Доброго утра! Партнер проекта Пермская краевая спортивная общественная организация Федерация черлидинга. 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 Субтитры сделал DimaTorzok I am so gone I am so gone I am so gone Новый год по статистике Самый любимый праздник россиян Это наш действительно главный праздник в году Вот лично вам За что Новый год любим, мил? Почему ждете его? Новый год ждешь как любой, наверное, праздник В ожидании какого-то чуда В ожидании близкого общения С детьми С семьей С друзьями Ну, в будни, как правило, этого времени не хватает Предновогодняя пора, время подведения итогов С каким итогом приходите к концу 2015 года И какие, соответственно, ожидания Сулит наступающий 2016 Год для нас был непростой Как, в общем-то, и многие последние годы Но, тем не менее, вот благодаря коллективу нашему Мы его прошли достойно И, в общем-то, обеспечили себя заказами И работой В общем-то, на длительный период Что в сегодняшних условиях дорогого стоит У меня тогда для вас есть очень уместный подарок Наш штатный астролог Александр Патраков Многие думают, что астрология Немножко чудесная наука Но все же наука Подготовила для вас научное предсказание На наступающий год Предлагаю вам ознакомиться с ним Но и все-таки узнать Насколько ваши ожидания будут оправданы Он открывается? Да Это предсказание астролога Это предсказание астролога Персональный гороскоп, что называется Это конфиденциально или зачитывать? Я думаю, что нам всем будет интересно узнать Разумный риск – это суть жизни обезьянки Стремительна, ловка, точна, умна и безупречна Ее напутствие, чтобы в деле преуспеть Во все вложи хоть часть своей души Щепотку творчества плюс опыт знания и связи Но главное – поймать свою волну И в бой Только тогда удача и успех пойдут по жизни рядом с вами Ну как вам? Отлично, спасибо Спасибо вам, что пришли Спасибо за пожелание С наступающим вас Новым Годом С наступающим Новым Годом Спасибо Новый Год на то и новый, что подразумевает появление того, чего раньше еще не было Это символический рубеж, отделяющий один этап жизни от другого Не случайно он так популярен Ну, нужен нам подобный символ, подводящий итоги, а значит облегчающий перемены Перемены к лучшему, конечно, должны быть Ну и что имеем, хранить надо Если вам, например, повезло с коллегами, скажите им пару добрых слов уже сегодня А то ведь до Нового Года еще столько нужно успеть покупки, подарки В общем, хорошего дня и продуктивных выходных В пятницу 25 декабря в Перми ожидается облачная погода Утром и днем небольшой снег Северо-восточный ветер 3-4 метра в секунду Влажность воздуха 75-80% Атмосферное давление ниже нормы Днем 4-6 градусов ниже ноля Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин